всем ребят привет сегодня я снова выехал на свое любимое место где у меня очень хорошие находки и надеюсь сегодня меня земляной дед снова не огорчит здесь я как минимум каждый раз поднимаем по 5 а то и по 8 царских монет большого размера и так ребята сейчас я вам коротко расскажу и покажу что вас ждет в этом видео выпуске ну во первых подняли небольшой арсенал патроны от винтовки мусина и они достаточно оказались у нас в боевом состоянии распаковали мы несколько патрончиков и решили проверить на профпригодность порох который внутри находился этим патронам уже больше ста лет и они еще как видите довольно таки боевом состоянии ну а подъехал я ребята немножко запоздавший ребята уже по накопали немного находок посмотрим что они у нас нашли за мое отсутствие ну и будем продолжать копать ходить по этим зачетным красивым местам ну и ребята сделаю вот такой необычный фрагмент пока мы обедаем принимаем пищу я решил воспользоваться случаем произвести тест-драйв именно приборов фишера 75 и мой макро рейсер отправились мы также на одно интересное поле где в свое время подняли огромный клад пятаков екатерины но в целом ребята день прошел довольно таки увлекательно интересно ребята порадовали своими находками да в принципе и у меня тоже было неплохо приятного просмотра что я думаю сегодня меня снова обрадует наш дедушка вот у нас какой видите за за спиной трава немного вылезла то есть зелень замечательная вот только 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 она повлазила травку здесь сожгли и у нас вот все вылезла ну а копать я буду в этих чудных местах вот красота и да и только так что я думаю сегодня находки меня порадует ну все долго я не буду болтать своим разговором так что больше дела смотрим находки обязательно будут и вам они понравятся понравится так ребята здесь вот находку вот такой-то арсенал патроны у нас приема сиране мусинские такие вот вещи одну разбодяжили пульку и хотим смотреть будет ли порох у нас работать на одном донце рассмотрели семнадцатый год то есть почти сто лет пору ребят если их почистить если капсуль не надо их чистить надо закопать капсуле нельзя так будет работать ладно один у меня есть подписчиков просил патроны мусинские если ребят сейчас удумают их куда им здесь их надо может время делим привести с собой шуруповертик со сверлышком просверлить в боку дырочку и тогда он уже будет для тебя не докопается что-то боеприпасы это будет макет они у нас вот патрон вот эти вот идут обычно по 6 штук что ли или по 5 я уже не помню 5 по 5 но здесь их больше 8 8 штук значит где-то еще не зря здесь подымал и пряжки царизм и медаль николаевская и шашку здесь тоже подымали так что здесь войны войны здесь были ладно приехала я вот сюда вот сейчас с ребятами немножко поближе познакомимся и будем копать и так пока меня не было я хочу вам показать находки кости вот такая деньга вроде на вид ничего особенного но когда переворачиваешь на орел видно видно что это перечкан с петровской монеты вообще классная перечканчик вообще здоровски и с этой стороны хотя видно видно затем вот эта красавица очень красивая монета масонский пятачок 1832 года сохранчик был бы ничего но она имеет сферическую форму немножко вдавлена так еще одна деньга 1739 года ну и целый у него тут я даже знак назвать одни значки значочки вот такие всякие разные по детству я помню меня был такой это вообще у нас с праздником мая сегодня как раз у нас число 6 мая и вот ему дедушка земляной подогнал поздравил меня и вот такая пуговка такая массивная пуговица я да на ней имеется и она такая тяжелая стопудно генералов генерал здесь принимал участие в этом месте вот так вот вот что я здесь пропустил три хороших монеты так пацаны тоже подняли по одной монетке у него два серебра две серебрушки подняли говорят и советский а у лёхи николашка не помню какой вот дружка в принципе нормально до обеда я в прошлый раз практически также подымал ну а так снова приехали такие красоты накопанные перекопанное место до дедушка его засеял по ходу заново для нас сколько сюда не приезжали без находок никогда не остаемся итак ребят мы решили перекусить чай попить и вот костян вчерашний вчерашний свой улов показывает которую он вчера поднял я вчера не ездил к сожалению начну вот такая деньга вот 1751 год царица полей убитая в говно вообще полностью плюс он ее еще кацану мокнул счета царица 16 и он говорит то что болен на удивление прям на удивление очень много было сигналов и вот результат на выбитом месте на выбитом месте вот между прочим с интересным орлом орел между прочим редкий да но она утерт она до сохран вообще убиты душечка николаевского формата александровская и вот красавица не знаю у меня камера не покажет перешли но это вообще красавица 1795 год две копеечки насадники даже видно чешую все там сбрую видно вообще все вообще красавица чуть-чуть коцнут я вот такого сохранный пятак подымал прям все венки видно все вообще шикарно ладно сейчас может мы впервые пойдем на туда вон не знаю поддерживать меня ребята нет туда сходить на смысл а нет эти хотя не знаю новые люди которые приехали горят глаза хотят на это подняться вот лягушки у нас квакают была тишина когда здесь цапли ходили абсолютно тишина была цапли улетели и начало здесь пение лягушек ну ладно минут через двадцать отправимся в путь видео увидите значит на охотке будут итак ребята один из подписчиков у меня просил сделать какой-нибудь тест насчет своего прибора я еще тесты никакие не делал но в данном случае хочу сделать эксперимент данном случае у нас и лежит прибор фишер всеми спятого считается профессиональной сейчас я вот сделают на таком пятачке на масончике эксперимент положил я ровно прибор и сейчас посмотрим на каком расстоянии будет сигнализе короче вот поставили на мелочи линейки у меня нет к сожалению ну в данном случае вот у нас примерно это сколько 25 гит сантиметров так положил в таком же положении свой макро рейсов я посмотрим на каком расстоянии правда тест по воздуху это хрень я считаю земля это совсем другое сейчас посмотрим как видите сигнал есть отметочку ставим то есть как вы видите расстояние примерно насколько здесь ну 10 то есть на 10 сантиметров получается поглубже берет вот отметку нас фишер был четкий сигнал но у фишеров был слабенький у меня продолжается на 10 на 10 даже на больше 10 12 сантиметров дальше вот товарищ у меня спрашивал вот вам результат но как говорится ищет не прибор а человек фишер 75 зачетный прибор так что если есть вариант выбора макро рейсер или фишер лучше взять фишер ну ладно всем гостям моего канала рекомендую подписаться здесь вы увидите много интересного видео что связано с металлопоиском и полезной информации будьте всегда первым при просмотре новых видео а для этого тебе надо подписаться нажать на колокольчик поставить галочку и ты будешь первым оповещен о появлении нового в выпуску итак поднялись мы вот для такой распашки раньше здесь не пахалась но мы сюда шли не знаю что есть распашка но зная то что здесь была вот такая чистая поляна очень интересная поляна квадратом и мы сюда шли из-за того что в прошлом году или проза прошлом году здесь подняли медный клад вот и думали в надежде что посмотреть ну прошлись немножко поле абсолютно чистое сигналов вообще никаких нет ну просто интересно интересно то что были поляна у нас вот именно по спутнику смотришь квадратом квадратное такое поле ребята кричат земляного деда чтобы он подкинул что-нибудь ну сейчас пойдем обратно либо зашурфимся либо на старое место там хоть какие-то сигналы были ладно возвращаемся и так продолжаем свой путь ребята наверно в обход пойдет я пойду на прямике на прямике хорошо то очень срежешь хороший угол но придется там переходить такую болотистую местность здесь у нас кабанчики хорошо шурфят здесь большая влажность сырость вода из-за этого они в низине сенька тусуются на проза прошлом копе костян на кабанчиков нарвался там наверное выводок он говорит был из 5 кабанчиков килограмм наверное на 37 говорит были в принципе здесь еще нормально здесь сухо а вот туда подальше там уже вода то есть мы там проходили сапогах только пройти можно было вот такая здесь красотища здесь он уже начинается сырость здесь вот говнецо небольшое ну кабанчики здесь пошурфили сейчас наверх будем подыматься хух надо чем-то придумать чтобы камера была на голове или где-то неудобно нести в руке все свое оборудование да зря мы подымались сюда потратили где-то минут сорок ладно будет восхождение небольшое и так проходим вот эту трощицу железо очень много очень много железа в основном одни железные и у меня был вот такой выброшен кусок его еще лопатой похода это я вы наверное погнул болен жалко перевернула это у нас створка от складе жалко жалко что его смекну дело поправим и выправим вот такая вот створка зачет зачет там он костян где-то там он лёха и так иду я вдоль лес посадки где я нашел там он наверно метрах шестидесяти складен часть от складе створка вот и здесь вот у меня был очень хороший сигнал вот здесь у меня сначала думал монета монета советская но когда я достал монету очень очень шикарном состоянии очень шикарно повторюсь 1856 е.м. ай какой сохран вообще обалденный таких вот александра 2 у меня сохран и еще нету прям вообще замечательно монета позади меня кость идет он у нас идет сеяние хлебов на поле пацаны где-то потерялись но я вот здесь вот хожу и итак у меня очередная находка и выпал вот такая болен большая пуговица вообще большая пуговица ох ох смотрите что здесь у нас у нас здесь якорь смотреть какая здоровая пуговица на порядок она больше чем стандартные пуговицы но это пуговицы прям даже тяжелая такая тяжелый даже не знают чего это зимний вариант шинель что или я не знаю очень тяжелая медная толстая медная сплав если бы не было вот этого ушка я бы подумал что что-то другое но здесь ухо так что это как вариант пуговица ладно продолжаем итак у меня снова находка вот в этой ямке решил прозвонить то что здесь вот из этой выкопал еще ее не успел присыпать здесь вот рядышком был сигнальчик и выкопал очень маленькую так черт возьми а вот на пуговицы гирька классная такая пуговка у меня таких пуговок нет такая мощная пуговица смотрите классная целая аккуратная красивая пуговка ладно сейчас мы здесь немножко уделим побольше внимания к этому периметру и посмотрим что у нас здесь будет итак ребята выпала у меня вот такая штучка вижу что это монета вижу немножко что она зашлепана большим слоем патины ну по моему это у нас судя по размеру царица полей да это у нас душечка александровская царица полей год наверное вряд ли я скажу потому что очень большой нарост ну проглядывается орел такая сейчас у нас по дороге милиция проезжала вглядывались в нас но по моему проехала мимо им наверное не до нас ну а так монета зачет и итак очередной хороший сигнал и выпала такая пуговка пуговка с ушком как вы видите боли нам как вот без этого никак нельзя мы пуговка у нас орлянка принципе неплохом состоянии но я ее лопат шмякнул блин ну как вот без этого никак нельзя блин жалко конечно ну ладно пойдет забираем итак у нас солнышко подходит своему завершению хотя еще высоковато она находится но уже чувствуется вечер вот у меня сигнальчик вот среди травки вот он так вот выпал меня мужской крестик вот такой вот у нас вышел крестик неплохом таком состоянии забираем итак ну под завершение копа под завершение копа у меня выпал советик не просто советик а пятачок 1946 года пойдет все равно забираем немножко он затерт ну а так неплохо золото партий берем итак время подошло к своему завершению решил я каждого комрада по отдельности заснять то что они сегодня накопали скопали не с утра и до падения солнышко по монетам у нас вот копеечка 1904 деньга 39 еще одна деньга перечекан 31 2 копейки царицы полей год не скажу и 5 копеек масончик 1832 уж мордичку у него такие вот две пуговки интересные необычные здесь орлянка на пушках а здесь вот я так понимаю это советская где-то наверное 70 60 года потому что большое количество венков на серпах 15 ну вот подарочек к маю как раз сейчас май вот такая вот по детству у меня был такой значок два крестика сожалению оба согнуты крестик лепесток вообще красивым таком изображение и вот такой старый крест тоже без верхней части вот такая вот вещица это у нас находки костяна пишут 75 итак находки олега сегодня познакомились впервые парень вроде неплохой по находкам у него вот что начну вот такая вот пуля серебряный кусочек цепочки не знает чего может от манисты такой кусок печатки тоже серебряный по крестам у него вообще сегодня зачет три креста два лепестка и обычный мужской пуговица очень интересная я так понимаю 32 полк не знаю участвовал при битве с наполеоном не знаю 32 полк а стоп пятьдесят второй пятьдесят второй полк солдатская звезда по монетам у него вот такой вот одна копеечка масонская убитая на нет ничего не видно и единственное что я вижу по рисунку что это масонская копеечка такая царская копеечка николаевского формата 1899 год это у нас серьга металл легкие не скажу что это серебро да какой тут какой-то непонятный вообще металл так копеечка 54 копеечка 27 10 копеек 61 и вот у него зачетные находки это две серебрушки 20 копеек 23 года и 22 года но он поднял их до меня я начал копать уже после обеда подъехал так что неплохие находки повторюсь это у нас олег аська 250 подошел я к лёхе стоит он уже по колено в шурфе копает он второй раз любопытно копает как трактор ну по находкам у него две монеты он в машину отнес вот обидать деньга да блин сегодня на деньгу прям всем прет кроме меня вот еще одна деньга и вот такой твой рубаш у него фишер 75 повторюсь он копает сегодня второй раз прошлый раз неплохо купонул ну и сегодня вот три монеты достойная деньга ну ладно будем прощаться ехать домой и так копали мы сегодня вот в такой вот красивой атмосфере вот он подымается у нас лёха вот в разные стороны сейчас разъедемся вот и закончу свой коп своим обзором уже своих находок копала сегодня к сожалению после обеда подъехал ребят полдня копали без меня вот ну я думаю я не подвел сам себя тем что находки у меня не хуже их них вот так вот у меня получились вот бутылочки шурфа где-то немного я шурфил там ничего интересного не было поднял 5 бутылочки потом советские монеты вот раз два три три советских монеты я не снимал потому что ничего интересного пятачок пятачок вот такая хорошая монетка александра 2 2 1 копеечка 1856 года сохранить очень хороший две копейки царицы полей вот интересная пуговка с большим якорем пуговица очень большая если вы можете сравнить по размеру она чуть чуть меньше двух копеечной монеты а двух копеечной монета царица поле она большая потом такая пуговка интересная гирька и орлянка потом вот такие вот образцы святых это у нас творка от складня тоже замечательно и крестик мужской по шмурдяку у меня сегодня вот так вот получилось ну в принципе остальное шмурдяк я не не брал с собой затем вот думаю что делать с этими находками вот видите целый целый арсенал арсенал патронов я бы их не брал бы просто один из подписчиков отреставрировал винтовку мосина вот и ему нужны патроны именно от винтовки вот в данном случае патроны вот ну наверное брать не буду здесь и день за никого вот следующий раз возьму шуруповерт батарейках на аккумуляторе просверлил отверстие в них высыплю оттуда порох и они уже будут не боевые в данном случае они являются у нас боевой арсенал транспортировать к сожалению я так в таком виде их не буду ну все на этом я закончил он ребята собираются вот так что давайте ребята смотрите мои видео регулярно посещайте мой канал комментируйте ну и ставьте конечно пальцы вверх вниз все всем пока удачи ну и ну и и и